Добрый день! Меня зовут Юлия, и это проект «Читай быстро», в рамках которого мы пытаемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Сегодня я предлагаю вам рассмотреть книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Данная книга вызвала достаточно много спорных отзывов, и на самом деле, что можно утверждать точно, так это то, что данная книга не оставляет никого равнодушным и является достаточно сильным инструментом в самопознании и саморазвитии. Под названием книги – это парадоксальный способ жить счастливо. Сегодня я хочу поделиться с вами 10 основными мыслями, которые пришли ко мне в процессе прочтения книги. Это, можно сказать, 10 таких основных тезисов, выводов, которыми хотелось бы с вами поделиться после прочтения. Итак, первое. Не пытайтесь. Стремление к более позитивному опыту, пишет автор, само по себе негативный опыт. Довольно-таки странная мысль, но как ни парадоксально, принятие негативного опыта в своей жизни – это позитивный опыт. Сейчас попробую объяснить. Как приводит в примере автор книги, философ Алан Уоттс назвал это законом обратного усилия. Чем больше вы стремитесь что-то получить, тем больше комплексуете из-за отсутствия желаемого. Ну, например, чем отчаяннее вы хотите стать богатым, тем более бедным и недостойным вы себе кажетесь. Вы замечали, иногда чем меньше вы стремитесь к чему-то, тем лучше у вас получается. Не замечали, что зачастую успеха добивается тот, кто меньше остальных его желал? Иногда все становится на места тогда, когда вы думаете «да, наплевать». Ну, почему так? В законе этого обратного усилия есть любопытная особенность. Он не случайно так назван, ведь все получается шиворот на выворот. То есть стремление к позитиву ведет к негативу. И наоборот. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно именно уметь наплевать. Когда большинство людей слышит про умение наплевать, они представляют себе человека, которому в его спокойной безмятежности нет дела ни до каких житейских бурь. Они воображают субъекта, которого ничем не проймешь и не расшевелишь. Но на самом деле человек, который не обнаруживает эмоций и ни в чем не видит смысла, это психопат. Думаю, у вас нет ни малейшего желания таковым становиться. Так что же значит, по мнению автора книги, уметь наплевать? Есть три тонкости, которые проясняют эту ситуацию. Первое. Умение наплевать не означает безразличие. Это просто умение оставаться другим, вне зависимости от жизненных обстоятельств. Тонкость номер два. Чтобы не волноваться о невзгодах, нужно волноваться о вещах более важных. И тогда мелочи, которые будут происходить в вашей жизни, пусть и достаточно неприятные, не будут на самом деле выбивать вас из колеи. И тонкость номер три. Осознаете вы это или нет, но от вас и только от вас зависит, о чем волноваться. Итак, вывод номер два. Нет счастья без страдания. Мы страдаем по той простой причине, что страдание биологически полезно. Сейчас объясню. С его помощью природа заставляет нас меняться. То есть такими нас создала эволюция. Мы всегда живем с неудовлетворенностью и беспокойством. Поскольку умеренно неудовлетворенное беспокойное существо прилагает максимум усилий, чтобы создать новшество и выжить. Так мы устроены. Испытываем неудовлетворенность от всего, что у нас есть, и удовлетворенность лишь от того, чего нет. Это постоянное недовольство заставляло наш вид сражаться, бороться, строить, завоевывать. Ну, то есть проходить через этапы определенного развития и эволюции. Наши боль и несчастье – это не сбой человеческой адаптации, это ее особенность. Страдание во всех его формах – это эффективнейший способ организма стимулировать действие. То есть если бы нам всегда было хорошо и комфортно, мы бы абсолютно ничего не хотели в своей жизни поменять, даже если на самом деле окружающие нас обстоятельства для нас вредны. Мы ненавидим боль, но она полезна. Она призывает нас к вниманию, когда мы молоды или невнимательны. Она помогает понять, что хорошо для нас, а что плохо. Простейший пример – когда мы положили нечаянно руку на горячий утюг, боль заставляет нас мгновенно убрать руку и нанести себе как можно меньше вреда и на самом деле спасает нам жизнь. Поэтому важно понимать, что боль помогает увидеть нам наши ограничения и следовать им. Проблемы не иссякают. Они лишь меняются или выходят на новый уровень. И это очень важно понимать. Ведь счастье приходит от решения проблем. Ключевое слово здесь – решение. Если вы убегаете от проблем, отрицаете их, полагаете, что у вас их нет и не будет, вы будете несчастны, потому что проблемы встречаются на пути. И это может вызвать в нас волну разочарования, если мы будем ожидать, что на самом деле их никогда не повстречается на нашем пути. Если вы думаете, что ваши проблемы нерешаемы, вы также будете несчастны. Стало быть, фишка заключается в том, чтобы решать проблемы, а не просто иметь их. Решать. Вот путь к счастью. Следующее. Очень важно понимать, что вы не уникальны. Очень странная мысль. Сейчас объясню, что имеет в виду автор книги. Ауру самоуверенности. А иногда бредовая завышенная самооценка становится заразной. Однако вот в чем беда. Люди с таким подходом к жизни испытывают потребность ощущать себя крутыми, молодцами, лучшими все время. И иногда даже за счет окружающих. С этой манией величия они большую часть времени погружены в мысли о себе. Ощущение своего достоинства создает нарциссический пузырь, который все больше раздувается и искажает все и вся. Люди, ощущающие себя супергероями, супердостойными, рассматривают каждое событие в своей жизни либо как подтверждение своего величия, либо как угроза ему. Ощущение своей во всем правоты ничем не прошибешь. Однако ощущение своего сверхдостоинства ведет в тупик. Ведь это очередной наркотик, это несчастье. Человек, который себя уважает, способен честно отнестись к своим недостаткам, понимать, что они есть и принимать их. И этим дело не ограничивается. Если у нас есть нерешаемые проблемы, наше подсознание делает вывод. Мы либо уникально одаренные, либо уникально ущербные. Это вторая сторона медали. Мы не такие, как все, а значит и правила для нас должны быть отдельными. Чем глубже боль, тем беззащитнее мы ощущаем себя в наших проблемах, и тем больше развязываем себе руки в попытке компенсировать их. Эта установка работает одним из двух способов. Я замечательный, а остальные уроды, поэтому я заслуживаю особого отношения. Или же я урод, а остальные замечательные, поэтому я заслуживаю особого обращения. То есть это две грани мысли о том, что я уникален и сверхчеловек. С одной стороны, эти вещи на самом деле противоположны, но эгоистическая начинка одинаковая. Люди, которые считают себя сверхособенными, часто колеблются между обеими крайностями. То они на вершине мира, то у его дна. В зависимости от дня недели и эффективности самообмана. Ведь постоянно считать себя жертвой – это ничуть не меньше эгоизм, чем пребывать в упоении с собой. Поверьте, уникальных проблем вообще не бывает. С такими проблемами, как у вас, миллионы людей жили в прошлом, живут сейчас и будут жить в будущем. Очень возможно, что такие люди есть и среди ваших знакомых. Это не умаляет проблемы, не означает, что вам не должно быть больно. Это не означает, что в каких-то обстоятельствах вы напрасно считаете себя жертвой. Это означает одно – вы не уникальны. Зачастую осознание лишь того факта, что в серьезности и болезненности ваших проблем нет ничего особенного, становится первым и самым важным шагом к их решению. Итак, четвертая мысль, которую я хотела бы с вами поделиться. Очень важно осознавать свои ценности. Самопознание подобно луковице, и в нем много, очень много слоев. И чем больше очищаешь их, тем больше вероятность того, что заплачешь. Первый слой луковицы – это обычное понимание своих эмоций. Вот когда чувствую себя счастливым, вот от этого мне грустно. Это дает мне надежду. У нас всех есть эмоциональные слепые пятна. Зачастую они связаны с эмоциями, которые нам в детстве велели считать неуместными. Требуются годы и годы практики и усилия, чтобы научиться выявлять слепые пятна в себе, а затем адекватно выражать проблемные эмоции. Но эта задача чрезвычайно важна и стоит усилий. Второй слой луковицы – это способность спрашивать, почему мы ощущаем те или иные эмоции. Почему – вопрос действительно сложный. Чтобы ответить на него последовательно и точно, зачастую уходят месяцы и даже годы. Большинство людей не умеют отвечать на вопрос «почему?», и это мешает им осознать свои ценности. Задавать себе честные вопросы трудно. На самые простые вопросы бывает неудобно отвечать. Хотя, по-моему, чем неудобнее ответ, тем больше шансов он имеет оказаться правильным. Наши ценности определяют, с помощью каких критериев мы оцениваем себя и всех остальных. Если вы хотите изменить свой взгляд на проблемы, вы должны изменить свои ценности и свои критерии успеха или неудачи. Стало быть, нужно очертить правильные ценности и критерии, и удовольствия с успехом обязательно придут. Они не могут не прийти, когда ценности правильные. Без них удовольствие – лишь наркотик. Как определить хорошие или плохие ценности? Хорошие ценности основаны на реальности, социально конструктивны, непосредственны и контролируемы. Плохие ценности, оторванные от реальности, социально деструктивны, ненепосредственны и неконтролируемы. Следующее. Принимайте ответственность на себя. Зачастую единственная разница между болезненной проблемой и приятной проблемой состоит в том, что последнюю мы выбрали сами и готовы нести за нее ответственность. Если вы несчастны в какой-то ситуации, скорее всего, она не полностью подвластна вашему контролю. Есть проблема, которую вы не можете решить и которая свалилась с вас без вашего желания. Когда мы сами выбираем проблемы, мы чувствуем себя окрыленными. Когда проблемы выбирают нас, вопреки нашей воле, мы чувствуем себя несчастными и даже жертвами. Есть простое осознание, которое становится истоком всякого личного улучшения и роста. Это осознание, что мы лично несем ответственность за все, что происходит в нашей жизни, каковы не были бы внешние обстоятельства. Да, события не всегда подконтрольны нам, но мы всегда можем контролировать свое понимание этих событий и свою реакцию на них. Осознаем мы это или нет, мы всегда отвечаем за происходящее. Иначе и быть не может. Отказ от интерпретации событий – это все равно интерпретация событий. Или же отказ от реакции на события – это все равно реакция на события. Следующее. Мы все неправы. Что автор имеет в виду? Рост – процесс постепенный. Когда мы узнаем что-то новое, мы не переходим от неправильного к правильному. Мы переходим от неправильного к несколько менее неправильному. То есть с каждым новым фактом наши взгляды становятся капельку менее неправильными. Но полную истину мы не постигаем. Полного совершенства не добиваемся. Мы всегда находимся в пути. И это прекрасно. Истины в последней инстанции нам не видать. Но можно постепенно, шаг за шагом, уходить от сегодняшних ошибок, чтобы чуть-чуть меньше ошибаться завтра. Если взглянуть на вещи с этой точки зрения, в личном росте есть что-то даже научное. Наши ценности – это наши гипотезы. Вот хорошее и важное поведение, а вот плохое и вредное. Наши поступки – это эксперименты, а последующие эмоции и ход мысли – это накопленные данные. Нет неправильных догм, не идеальной идеологии. Есть лишь то, что согласно опыту правильно лично для вас. Да и то не факт, что вы сделали верные выводы. А поскольку вы, я и все остальные имеем разные потребности, разные личные истории и разные жизненные обстоятельства, мы неизбежно придем к разным правильным ответам о том, в чем смысл нашей жизни и как ее лучше прожить. Для меня, например, правильный ответ состоит в том, что путешествовать одному год за годом прекрасно, прекрасно жить в далеких местах и действительно уметь принимать свои ошибки. Следующее. Убейте свое «я». С точки зрения буддизма, «я» – это иллюзия ума, от которой лучше отказаться. Иллюзорное представление о собственном «я» лишь завлекает и мешает освободиться. В этом смысле и буддизм учит тонкому искусству пофигизма. То есть данный подход к жизни может показаться сомнительным, но в нем есть свои психологические плюсы. Когда мы отказываемся от историй, которые рассказываем себе о самих себе, мы открываемся возможности свободно действовать и через неудачи расти. Есть хорошие новости, но и плохие. В ваших проблемах нет практически ничего уникального и особенного. Вот почему отказ от «я» освобождает. Иногда самопоглощенность сочетается со страхом, основанным на иррациональной уверенности. Когда вы полагаете, что именно ваш самолет разобьется или что именно ваш проект все назовут идиотским, или что именно вас все высмеют и растопчут, вы, по сути, говорите себе. Я исключение из правила. Я не такой, как все остальные. Я уникальный и особенный. Это чистой воды нарциссизм, о чем мы уже говорили ранее. Вы полагаете, что именно ваши проблемы заслуживают особого обращения. Именно ваши проблемы уникальны и не подчиняются законам физической вселенной. Даю вам совет. Оставьте мысли о собственной неповторимости. Взгляните на себя трезвее и реалистичнее. Не смотрите на себя, как на восходящую звезду или непризнанного гения. Не смотрите на себя, как на жертву или феерического неудачника. Говорите себе самые простые вещи. Скажем, я студент, я партнер, я друг, я творец. Чем более узкую и редкую идентичность вы для себя выберете, тем больше вещей вам будут казаться опасными. А потому дайте себе максимально простое и незатейливое определение. Зачастую это означает необходимость отказаться от грандиозных представлений о себе. Будто вы уникально умны, невероятно талантливы или прекрасно настолько, что никто представить не может. Это означает отказ от чувства, что вам все что-то должны. Это означает отказ от эмоциональных наркотиков, на которых вы сидели годами. Как наркоману, слезшему с иглу, вам придется пережить ломку, если вы отбросите иллюзии. Но только тогда у вас начнет все налаживаться. Следующее. Не бойтесь неудач. Что имеется в виду? Большинство из нас начинают бояться неудач, инстинктивно избегать их, держаться лишь старых, надежных путей. Однако это душит и сковывает наши возможности. Подлинно успешными мы можем быть лишь в том, в чем захотим и готовы терпеть неудачи. Если мы не готовы к неудачам, значит, нам и успех не слишком нужен. Боязнь неудач во многом вызвана дурацкими ценностями. Многие достигли наибольшего лишь перед лицом тягот. Зачастую боль делает нас сильнее, крепче, жизнеспособнее. Часто нас по-настоящему меняют лишь тяжелые испытания. Лишь когда мы ощущаем сильную-сильную боль, мы готовы взглянуть на наши ценности и спросить себя, почему они нас подвели. Нам нужен экзистенальный кризис, чтобы мы объективнее посмотрели на то, что считаем смыслом жизни, а затем изменили линию действий. Только тогда она сможет привести нас к истинному успеху. Говорить и нет. Простая истина, которую мы слышали много раз, на самом деле она очень важная. Желание не быть ответнутым, уйти от конфронтации и конфликта, принимать все в равной степени, всюду сглаживать острые углы – это глубокая и тонкая форма спеси. Люди, которые считают, что заслуживают постоянного душевного позитива, стараются не говорить «нет», быть всем удобными, чтобы не расстраивать ни себя, ни других. И поскольку они ничего не отвергают, они поглощены собой и живут бессмысленной жизнью, сосредоточены только на минутных удовольствиях. Их волнует лишь одно – как подольше сохранить душевный комфорт, как избежать неудач, как сделать вид, что страдания нет. Умение сказать «нет» – это очень важный жизненный навык. Никто не хочет увязнуть в отношениях, которые будут в тягость. Никто не хочет увязнуть в работе, которую терпеть не может и считают глупой. Но люди выбирают эти вещи все время, каждый день. Мы, люди, жаждем честности, но честность требует умения слышать и говорить «нет». Оно делает наши отношения лучше, а нашу эмоциональную жизнь – здоровее. И десятый вывод, который я хотела бы рассказать вам, поделиться с вами. Помните, что жизнь не вечна. На самом деле, достаточно депрессивная мысль, чаще воспринимается негативно, но на самом деле о смерти, о конце жизни нужно помнить. Осмыслить собственную смертность важно, поскольку это избавляет от всех пустых, шатких и поверхностных ценностей в жизни. Как мы говорили ранее, понимание собственных ценностей максимально важно. Большинство людей целыми днями гонятся за лишним долларом, за толикой лишней славы или внимания, или за щепоткой лишней уверенности, что они правы и любимы. Однако, смерть ставит перед нами гораздо более мучительный и важный вопрос. Что ты оставишь на земле? Сделаешь ли мир хоть немного иным и намного лучше? Какой отпечаток оставишь? Какое влияние окажешь? Что о тебе после твоей смерти скажут твои близкие? Когда мы избегаем этих вопросов, мы позволяем пустым и пагубным ценностям овладеть нашим мозгом, взять под контроль наши желания и амбиции. Когда мы избегаем вездесущего взгляда и мысли о смерти, мы забываем, что такое настоящая жизнь. А ведь смерть – это единственное, что известно с несомненностью. И как таковая, она должна быть компасом, который позволяет сориентироваться во всех остальных ценностях и решениях. Когда мы думаем об собственной смерти, о том, что на самом деле наша жизнь не вечна, мы понимаем и осознаем, что на самом деле важно, а что нет. На самом деле, мысль о смерти – это важный ответ на все вопросы, которые мы должны задавать, но никогда не задаем. Итак, я рада была поделиться с вами десятью самыми главными мыслями, которые запечатлелись у меня после прочтения данной книги. Надеюсь, что вам они будут полезны. И сейчас хотелось бы с вами поделиться тремя задачами, которые я поставила перед собой после прочтения данной книги. И на самом деле, хотела бы еще поделиться, каким образом я фиксирую себе мысли и задачи после прочтения каждой книги. Делаю я это с помощью букнота, блокнота для осознанного чтения, который максимально позволяет комфортно фиксировать выводы, которые важны после прочтения каждой из книг, рассчитан на сто книг, и к нему очень удобно возвращаться после прочтения той или иной книги через какое-то время, потому что очень удобно фиксировать все выводы и на самом деле удобно очень им пользоваться. Итак, первая задача, которую я поставила перед собой, на самом деле, да, переоценить свои ценности, записать, прописать себе те ценности, которые для меня важны, которые должны двигать мной для того, чтобы иметь определенные ориентиры в жизни. Также хотелось бы выписать для себя те вещи, которые заставляют меня думать, что я уникальна, какие-то свои собственные проблемы, которые, я считаю, влияют на мою жизнь и на мою осознанность, для того, чтобы понять, что на самом деле большинство людей живут с такими же проблемами, с такими же сложностями, в этом нет ничего уникального, а значит, это действительно не те причины, которыми я могу оправдывать свои неудачи или недостижения успеха, ну и, соответственно, убирать эти барьеры. И третья задача, которую я поставила себе после прочтения данной книги, прописать себе, что на самом деле позволяет мне иметь определенную самооценку, те качества, которые позитивно на нее влияют, и трезво оценить свои сильные стороны, для того, чтобы не поддаваться вот этому желанию и считать себя круче всех, самой уникальной, самой крутой, самой особенной, а трезво оценить свои сильные стороны и иметь возможность их использовать. Спасибо вам большое за то, что вы уделили время для просмотра данного видео. Хочу напомнить вам, что если вы хотите быть в курсе выпуска обзоров самых крутых бизнес-книг, вам достаточно просто подписаться на наш канал. А если вас заинтересовал блокнот для осознанного чтения, вы можете заказать его. Также, если вы хотите проверить скорость своего чтения, вы можете это сделать абсолютно бесплатно на нашем сайте буква.инфо.рапид. Еще раз большое спасибо за то, что были сегодня с нами. Всем хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok